Пример взаимодействия предпринимателей Кыргызстана и Узбекистана – этот небольшой завод по производству мыла. Спрос на декоративное мыло из года в год растет, а предпринимателей, занимающихся этим делом, не так много. Поэтому у подобного начинания большие шансы на успех. Идею производства Мамату Супер Гешбаев вынашивал не один год и вот решился теперь в небольшой мастерской. Ежедневно выпускается более тысячи брусков мыла. Производство не сильно накладное. За одним станком может работать два человека. Сырье завозим из Узбекистана, производим несколько видов мыла. Вот сейчас хозяйственное, есть еще ароматизированные виды. Мы следим, чтобы соблюдались все пропорции, ведь главное – качество. И это отмечают наши покупатели. На сегодня порядка 200 предприятий с участием кыргызского капитала функционируют в Узбекистане, а в Кыргызстане создано около 100 узбекских производств. За счет этого увеличивается и взаимный товарооборот. В этом году он составил чуть больше 420 миллионов долларов. Создать условия для наращивания взаимной торговли путем учреждения совместных предприятий, животноводческих кластеров, логистических центров, свободной экономической зоны и не только, будет способствовать увеличению взаимной торговли. Товары, которые мы экспортируем в Узбекистан, это такие товары, как топливно-энергетические ресурсы, туда входит уголь, нефтепродукты. Также мы экспортируем черные металлы, изделия из них, изделия из керамики, транспортные средства и их части. В целом мы импортируем из республики Узбекистан такие товары, как продовольственные товары, сельхоз, сырье, фармацевтические продукции, газ природный, продукция легкой промышленности, изделия из алюминия, меди, стекла, керамики, транспортные средства, их части и другие товары. С октября этого года по городу Ош курсирует 50 новых автобусов, вмещает 38 пассажиров, отличается малым расходом топлива и простотой управления. Если автобусам вдруг понадобится ремонт, то в городе есть специальная ремонтная служба. Там же обучают водителей и мастеров. Я надеюсь, что автобусы прослужат долго и горожане будут с удовольствием на них ездить. Городской транспорт был закуплен в лизинг при поддержке узбекско-кыргызского фонда развития и стал первым проектом, профинансированный фондом. В настоящий момент мы прорабатываем около 20 проектов в разных степенях на сумму более 90 миллионов долларов. Это проекты касательно развития транспортной коммуникации, строительства заводов. Мы четыре крупных завода на следующий год готовим уже запуск, начало инвестирования. Со своей стороны мы предпринимаем максимум усилий для того, чтобы именно стать площадкой по продвижению сотрудничества между нашими странами. И таких проектов немало. Сегодня готовится как минимум четыре крупных производства, которые будут запущены в этом году и в начале следующего года. Например, мы сейчас готовим запуск большого хлопкоочистительного, хлопко перерабатывающего завода от хлопка до текстильной продукции в Наукенском районе, Джалабадской области на сумму около 40 миллионов долларов. Запуск таких проектов позволит Кыргызстану действительно приобрести новый импульс в экономическом развитии. Потом мы сейчас готовим по поручению президента ряд проектов по запуску мини-ГЭС. Это позволит нам увеличить генерацию и более эффективно использовать ресурсы наших малых рек. Кыргызстан и Узбекистан уже много лет выстраивают вектор взаимовыгодных отношений. Узбекистан является важным внешнеполитическим и стратегическим партнером Кыргызстана. Два братских народа связывают многовековые узы дружбы и добрососедства, общая история, близость культур, традиций, языка и духовных ценностей. В преддверии визита президента Узбекистана Шавката Мерзиёева в Кыргызстан готовится целый пакет документов, направленных на усиление взаимоотношений. Надежда Усова, Бирджан Туктусунов, Аллато 24.